Акции пошли в народ. Сегодня с 10 утра брокеры начали принимать заявки. Все, что нужно для открытия счета. Удостоверение личности, РНН и деньги. Для нас это большой политический результат, поскольку население приобретает еще большую возможность участвовать в экономическом росте страны. IPO или первичное предложение акций – это альтернативная форма заработка. На информационную поддержку акций и пропаганду было выделено почти 700 миллионов тенге. Однако, по последним данным, о том, что такое IPO, знают всего 30% казахстанцев. Вы, получается, покупаете акции по 725 сегодня. Бывает так, что вы можете завтра уже продать по 800 тенге. То есть фондовый рынок, он непредсказуем, цены могут как падать, расти, так и падать. То есть это может быть в течение дня, может быть в течение недели, может и годы. То есть изменение цены зависит от деятельности самой компании. С сегодняшнего дня в республике начали продавать акции Кастрансойла. Одну ценную бумагу этой компании можно приобрести за 725 тенге. Специалисты советуют при покупке вложиться на сумму не менее чем в 100 тысяч тенге. Только тогда будет выгода. Мы не рекомендуем покупать акции на заемные средства. Это брать кредиты, брать в долг. То есть это мы не рекомендуем. То есть это нужно делать на свободный капитал, который имеется. То есть возьмем какие-то сбережения. И то может быть не какую-то часть, а определенные проценты. В ближайшее время еще часть казахстанских компаний подключатся в народное IPO. При этом специалисты повторяют. В первую очередь акции будут продавать обычным гражданам, а уже после пенсионным фондам и крупным инвесторам. Вот буквально до обеда данные были такие, что заявок было подано на 8,6 миллионов тенге. То есть вот с утра до обеда уже было 8,6 миллионов тенге заявок. А количество брокерских счетов выросло до 25 тысяч практически. Закрытие книги заявок обещают провести 5 декабря. Уже после купить акции можно будет только на вторичном рынке. Мируэрт Шакенова, Баужан Кажаканов, телеканал Алматы, Астана.